Утро последнего дня лета после небольшого дождя встретило тружеников прохладой. Потому и работа закипела быстро. Оставив на один день свой обычный гардероб из костюмов и галстуков, надев спортивные одежды, работники управления по транспорту Анапы занимались уборкой сухих листьев на улице Маяковского. Здесь же кронировали деревья. Депутат совета города-курорта Владимир Блаха позаботился о транспорте для вывоза веток и как настоящий хозяин тоже присоединился ко всеобщему наведению порядка. Работники городской больницы буквально лечили от мусора улицу имени Ивана Глупца. Вооружившись мётлами и граблями, убирали сухие листья. Не ударил в грязь лицом и пансионат Нева. Работники мощными водяными струями мыли здание и автобусную остановку. Сотрудники управления здравоохранения Анапы активно наводили чистоту на улицах Черноморской и Новороссийской. Помимо уборки мусора с тротуаров, срывали со столбов объявления, которые портят облик курорта. Да и потом для таких целей существуют рекламные доски. Субботник – дело каждого жителя, любящего свой город. После курортного сезона, конечно же, Анапа нуждается в генеральной уборке. Впереди ещё один сезон – бархатный, который с давних времён считается прекрасным временем для отдыха. Само название ассоциируется у большинства людей с чем-то мягким и комфортным. Хочется, чтобы и курорт к этой поре приобрёл уютный вид. Светлана Авилова, Александр Кореневский. Анапа. Регион.